Салам, родные мои! Добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. И наконец-таки на Аризоне вышло полноценное обновление 3.0, и теперь я смогу вам показать всё, что там есть, и конечно же батл пасс. Поэтому, если вам интересно, я даже затягивать не буду, просто попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и конечно же написать комментарий. А взамен я предлагаю вам, конечно же, свой промокод хэштег FWLKSHOW, мой ник LilHennessy, в качестве пригласившего вас игрока, и играйте со мной на 17 сервере Аризона РП. Погнали смотреть видеоролик! А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто-то под ней. Ну что, я вот только-только зашёл на Аризону, и сразу же Аризона Пасс, который теперь доступен на всех серверах сегодня, второе число. Кто не верит, давайте покажу второе число. Также теперь вы сами видели сейчас в таймере, было ещё, ещё раз давайте покажу, ещё раз смотрите, 20 минут для Колеса Удачи. То есть, каждые 20 минут, или раз в 20 минут, каждый там день, я, короче, как-то могу крутить это Колесо Удачи. Я не вдавался в подробности, но, в принципе, интересно. Не нравится мне такая погодка, вот вообще не нравится, этого из Р1, давайте напишем. Так, ну и, короче, самое интересное, это Батл Пасс. Наверное, многим интересно, это буду ли я его проходить и покупать. Стоит он 2000 Азэкоинов, и, в принципе, они у меня есть, и, конечно же, я его куплю. Итак, вы действительно хотите приобрести стандартный Батл Пасс? Да, я хочу его приобрести, за это я буду получать денежные призы от 100 тысяч, Азэкоины на свой счёт, аксессуары, ларцы и многое другое. Также я могу выполнять по одному заданию каждой категории один раз в час. Стоимость приобретения 2000 Азэкоинов, конечно же, мы это приобретаем. Ну и вот так, вот ушли мои 2000 Азэкоинов, которые я копил достаточно долго, потому что я не особо активно их копил, и, в принципе, теперь мне всё это будет доступно, но доступно мне будет именно обычное. Для того, чтобы купить улучшенный пропуск, нужно ещё заплатить 8000. Я скажу так, что на данный момент 8000 Азэкоинов у меня даже и нету близко, поэтому и покупать этот Батл Пасс за 8000 пока что я не готов. Но если я заработаю по итогу прохождения всего этого Батл Пасса себе 8000 Азэкоинов, то, скорее всего, я их потрачу всё-таки на то, чтобы открыть все награды, которые будут доступны в прокачанном Батл Пассе. Заработаю я столько или нет, это, конечно, вопрос, потому что это достаточно много Азэкоинов, и даже проходя обычный Батл Пасс, заработать столько, мне кажется, это будет очень сложно. Также давайте быстренько посмотрим о ним, я хочу посмотреть новые анимации, вроде как это было в Крэмпе давно реализовано, а на обычной Аризоне только сейчас реализовали, и, в принципе, реально прикольно. Уникальные анимации также имеются, есть отдых, есть развлечение, мне кажется, большинство из них здесь всё равно стандартные, но если так смотреть, то выглядит прикольно. Итак, по поводу Батл Пасса давайте разбираться, значит, за 115 Азэкоинов я могу выполнить это задание, но, блин, камон, зачем, зачем тратить Азэкоины, чтобы пройти какое-то задание, ведь мы покупаем Батл Пасс для того, чтобы проходить, и чтобы было интереснее, и было чем заниматься на Аризоне. Короче, давайте смотреть, купите 20 любых товаров на центральном рынке, это первое задание, которое нужно выполнить, фракция, я ни в какой фракции не состою, завод, пора новых товарищей, наймите 20 рабочих. Мне нужно, получается, устроиться в главном заводе и искать себе новичков, которым я буду предлагать контракт, это достаточно сложно. Погнали сейчас на центральный рынок, мне кажется, в принципе, я просто куплю самые дешёвые, что у него будет 20 штук, и буду завершать первое задание. Кстати, по поводу собеседования, давайте я сейчас быстренько посмотрю Собьес, если они вообще сегодня, 11, так, армия, страховая и инструкторы. Скорее всего, я захочу всё-таки пойти в полицию, для этого мне нужно будет написать заявление на форуме, потому что я не хочу вступать на первый ранг, всё это дело прокачивать себе. Я хочу сразу хотя бы на третий или второй ранг попасть туда, и дальше уже прокачиваться постепенно, и при этом не быть каким-то печенькой, чтобы ничего не можно было делать. Так, ну и ещё давайте быстренько посмотрим, это информация, так, нет, не то, не то, не то, что это я, вот это значит, информация, и всё, теперь мне в Ларце дальнобойщика доступны новые автомобили, это Вольво, это Ман, Мэн, называйте как хотите, Камон Мэн, так, дальше Ивка, и вроде бы ещё один Мерседес Бен снова добавили. Короче, я только что купил себе 20 камня, на это потратил 170 тысяч, это достаточно мало, в принципе, для выполнения этого задания, мне кажется, я потратил мало, так ещё и выгодно, потому что мне понадобится всё-таки камень. Ну и давайте заберём свою награду. Так, стоп, подожди, купи 20 любых товаров на центральном рынке, я, получается, купил камень, 20 штук, это только 5%, потому что нужно было купить 20 разных товаров. Гениально просто. Короче, пошёл я собирать 20 разных товаров. Камень по-любому нужен, надеюсь, потрачу мало, куплю какой-нибудь мусор, а потом его продам. Поэтому я, собственно, пошёл покупать. Бля, вы прикиньте, вот тупо вот этого чела, у которого тупо купили одну счастливую травку, одни дрова, там, один лён, один хлопок, он такой, типа, камон, чё ты делаешь, братанчик, зачем? Емай, я дебил, пацаны, смотрите, если я покупаю, например, 10 вот этой херни, это засчитывается как одна покупать. Теперь смотрите, один, зачлось, ещё раз, один, зачлось, ещё один, зачлось. Теперь смотрите, нажимаем сюда, 12. Вот давайте, просто запомнили, 12. Покупаем ещё один. Так, добавим прогресс, 12, стало 13. Пользуйтесь. Всё, задание время покупать было успешно выполнено, пресс был добавлен и выдан. Короче, автоматически. И следующее задание будет доступно через 1 час игры. В батл пассе это выглядит вот так. Задание временно недоступно, я получил свою первую награду. До шляпы пока что ещё далековато. Нужно вступить во фракцию и выполнить ещё одно тут задание. Так, а я тут, короче, хочу выставить на товар, на продажу, значит, у меня есть 10 ларцов дальнобойщика. И сейчас они стоят, в принципе, по 1.300.000 буквально. Всего лишь с 400.000 они там выросли до 1.300.000. И мне кажется, это очень круто. Вот скажите мне честно, как можно выполнять задание, где нужно на работе сделать, значит, 20 рабочих нанять, когда здесь их всего 3? Я, конечно, понимаю, что да, можно потратить несколько часов, чтобы здесь стоять и искать работников. Но ещё вероятность того, что они примут ваш контракт не так высока. И поэтому, мне кажется, здесь... Либо я, конечно, подожду вечер, день, какой-нибудь из этих моментов подловлю, посмотрю, сколько здесь людей. Но очень мало, типа, камон, сомневаюсь, что это будет лёгкое задание. Короче, поздравьте меня. На самом деле, это был достаточно простой квест. Я его прошёл именно квест с заводом. Для того, чтобы его пройти, мне потребовалось, конечно, немножко потратиться. Я давал каждому игроку на спавне в ЛС по 5.000. То, что они принимали приглашение вступить во фракцию ко мне. Ну, точнее, это была не фракция, а просто принять мой контракт на повышенную зарплату. И теперь я буду ждать следующий квест, который мне здесь будет доступен. А пока что я буду выполнять новый ежедневный, ежечасный квест. Это сделать коронавирусную вакцину себе. На самом деле, вакцину я уже достаточно давно себе успел сделать. Но я спросил у администрации, и те сказали, что можно сделать её повторно. Поэтому мне придётся сейчас поехать делать её повторно. И тогда уже буду завершать этот квест. Короче, не могу я сделать вакцину себе ещё одну. Потому что, ну, я не Жириновский, который мог себе сделать много вакцин. Вот, но, в принципе, придётся тратить азакоины. 115 азакоинов мне потребуется потратить просто потому, что система этих квестов не сделана до конца. То есть, она не продумана, и она выдаёт квесты, которые вы не можете пройти прям по-любому. Да, я хочу выполнить за 115 азакоинов это задание. Так, ну, у меня уже имеется концепт-кар. У меня имеется, значит, ларец олигарха. Четыре штуки. И пока что всё. И, кстати, если вы не знали, то ещё я сам узнал. Короче, это БП. Сейчас БП тайм вводите, и вы видите, сколько вам нужно ждать следующее задание. Ну и пока у меня есть время, пока новые квесты мне ещё не выпали. Давайте я быстренько куплю себе сейчас охлаждайки, наверное. Ну, блин, у меня три карты по каждому. Ну, короче, пофиг. Три охлаждайки куплю себе. И, наверное, куплю себе четыре смазки. Да, вот так я потрачу свои деньги сейчас. Теперь я устанавливаю себе спаун, значит, у себя дома. Так, значит, дом местом спауна. Да, всё, отлично. И теперь мне осталось просто перезайти. Так, ну и, короче, давайте сейчас достанем мои видеокарточки и будем их улучшать. Только вот одна проблема. Вроде нельзя достать видеокарту, если у неё система охлаждения на нуле. Ну, в принципе, как я и сказал, нужно доливать жидкость, и только потом можно будет доставать эту видеокарту. Короче, будем, наверное, делать по-умному. Сперва добьём вот эту видеокарточку до пятого уровня, и потом уже будем браться за другие. Поэтому сейчас я в неё залью охлаждайки и возьму её. Ну, а теперь мы её улучшаем. Так, для того, чтобы, кстати, увеличить её уже на четвёртый уровень, это 50%. То есть не факт, что у меня сейчас это получится сделать. Ну и, короче говоря, ошибочка. Не получилось. Делаем ещё раз. Надеюсь, со второй попытки прям точно получится. Я вот ставлю на то, что сейчас получится. Ну и я же говорил. Вот скажите, я говорил, а я говорил. Я улучшил её до четвёртого уровня, и теперь можно её обратно вставить в систему. Так, теперь мне нужно, короче, продать 10 лордцов. Они сейчас стоят примерно 800 тысяч, а то и 900. И нужно, наверное, продать что-нибудь ещё. У меня 57 биткоинов. Менять их пока не планирую. В общем, продаю вот это вот дело всё. И покупаю ещё себе охлаждайки для работы полной системы. Короче, открылось мне новое задание. Охлаждайки и всё тому подобное попозже. А сейчас задание у меня выглядит вот так. Займёмся наймом. Наймите. Снова 25 рабочих. Теперь это нужно сделать на работе грузчика. Если честно, опять каждому давать определённую сумму денег ради того, чтобы они заключали со мной контракты, это уж слишком круто и слишком нагло будет. Поэтому попробую найти игроков хотя бы там. Но на самом деле задания вот эти вот меня начинают напрягать. Потому что если каждое задание будет под типу того, которое сложно выполнить, потому что, например, никто не работает на грузчиках и так далее, то, ну, как говорится, а зачем такие вообще задания нужны? Ну, просто посмотрите на эту картину и скажите, здесь можно найти 20 или 25 игроков, чтобы им выдать эти самые контракты? Ну, конечно же, нет. Никто сюда не идёт, а новичков, видимо, на данный момент вообще не хватает. Ну, сейчас буду опять вот так вот бегать по спавну здесь, который там около Джефферсона, и буду искать себе игроков, потому что на данный момент у меня только лишь 0. Подожди, а почему 0? Завод. Опять завод. То есть мне нужно завод делать, а я делал вообще другое. Я думал, типа, ну, я смотрю сюда и думаю, ящики, читаю ящики, а касса завод, блин. А в чём прикол два раза подряд одно и то же задание давать? Я уже вижу по мини-карте, что никого почти нету, и как бы, ну да, спасибо Аризону, два раза подряд одно и то же задание. Это не ежедневное задание, вдумайтесь, это каждый час вы получаете задание, которое повторяет то, что уже было. Это бред, этого не должно быть. Вроде только единственное, что изменилось, теперь не 20 человек, а 25 мне надо найти. Что потом? 50, 200, 300. От соси, сами знаете, у кого. Короче, это бред, но это надо выполнять, мне это придётся делать. Буду всех принимать, искать людей. Но опять, это серьёзно, это просто непонятно, зачем придумано. Ну, кстати говоря, мне тут страховочку предлагают. Давайте возьмём на две недели за 800 тысяч. Вот, посмотрим, а чё она вообще даёт. Потому что я не помню в обновлении, чё говорилось по поводу этой самой страховки. Короче, не успел пока что пройти предыдущее задание, хотя там более-менее сейчас у меня продвижение есть. Быстренько смотрите, да, 11 из 25. Как мне уже выпало новое задание, нужно сгонять в магазин одежды и купить вообще любой скин. Поэтому погнали в ближайший магазин одежды. Ну всё, короче, покупаю самый дешёвый скин и завершаю это задание. Получаю ларец премии, который стоит 1150-200. Ну что, друзья мои, наверное, закончу с прохождением этих батл пассов на сегодняшний день. И, в принципе, я могу сказать так, что это достаточно интересно, но если будут однотипные задания, то это, наверное, будет полный провал. Потому я буду вместе с вами в каждой серии Пути Бомжа проходить эти квесты и показывать свои способы, свои лайфхаки и тому подобные вещи по тому, как я прохожу все эти задания. Надеюсь, что вам будет интересно это всё посмотреть, вы оцените это лайком, подпиской на мой канал и, конечно же, своим комментарием. Всем удачи и всем пока.